Приветствую вас, господа инвесторы. Хочу показать вам свой инвестиционный портфель на фондовом рынке. Мой портфель составляет 341 тысячу на данный момент и он находится в плюсе. Инвестировал я 3 года назад, начинал инвестиции с суммы 240 тысяч 500 рублей. Но тут какая-то статистика, не знаю, может это за последний год тут написано прибыль. Но вообще получается 100 тысяч, если разницу взять. Значит все активы на данный момент 341 тысяча, кэш 54 909 рублей. То есть вот эта сумма у меня образовалась в последнее время за счет получения дивидендов и погашения облигаций. Эту сумму я пока держу, ничего на нее не покупаю, жду. Весь портфель мой в плюсе. Многие инвесторы показывают свои портфели, они все у них красные в минусах. Давайте проведу небольшой обзор моего портфеля. Значит самый большой убыток идет по акции Татнефть, но она тут всего одна штука, 39% минус. Сургутнефть газ привилегированный просел, ну порядка на 10%, ну тоже это временно. Сбербанк привилегированный в плюсе. Кстати привилегированные акции Сбербанка приносят точно такие же дивиденды, но стоят дешевле. Видите, рост у них гораздо значительно больше, чем у обычки. Россети в небольшом минусе. Роснефть, все остальное идет в плюсе. Массбиржа на эти акции, как бы, возглагаю большие надежды, поскольку в нашей стране пока что инвестиции не сильно развиты. Я полагаю, что в свое время Мосбиржа будет стоить прилично. Дальше опять идет небольшой минус, и все остальное у меня в плюсе. Газпром неплохой рост дал в этом году. Нет, подождите, это было до пандемии. И, кстати, за три года 100% получается прибыль. Неплохой рост. Дальше у меня идут облигации, те, что остались. Только рост Сельхозбанк в небольшом минусе. И все остальное в плюсе. Но даже этот минус, он не имеет никакого значения, потому что я получу прибыль сполна за облигации, всю их стоимость. Значит, ETF-фонды. Почему-то они тут разделили по статистике. ETF-фонды, это вот пифами здесь назвали, а здесь прочими. Это все ETF-фонды. Вот они у меня все в плюсе. За исключением китайского, который как бы показывал самую большую положительную динамику. Ну, а ETF-IT тоже вот этот неплохие, дал результаты больше 100%, 131%. Ну, а китайский, я думаю, тоже это все временно. Вот, значит, вот такой обзорчик моего портфеля. Это инвестиции на индивидуальный инвестиционный счет у меня. И все мои инвестиции в плюсе, ну, наверное, благодаря хорошей диверсификации моего портфеля и тому, что я к этому падению готовился. Последний год я посвятил тому, что я покупал больше облигаций. Поэтому, может быть, я небольшой прибыли не получил, но зато и убытка нет. Друзья, если вам интересно будет понаблюдать дальнейшие мои инвестиции, вместе нам поучиться этому делу, нелегкому, но очень нужному, впрочем, не такому уж и сложному, то подписывайтесь на канал Игарант и будем разбираться вместе. Всем пока!